Доброе утро всем! Я уже красивая. Сейчас вам расскажу про свои планы. А пока я тут сижу и не понимаю в чем дело. У меня вот есть вот такая станция метеорологическая. Но видите, она не показывает сколько на улице градусов. Она у меня вот тут висит. Походу там сдохли батарейки. Или что. В общем, надо посмотреть как-то достать. Точнее не как-то, а вот разрезать все это, достать и посмотреть, что там с батарейками заменить. Потому что она уже висит, по-моему, два года или больше. И здесь я батарейки уже пару раз меняла. А там ни разу. Попробую. Батарейки сменила. Тут вот все показывает. А тут почему-то нет. Что за фигня? Показывай. А я уже привыкла, знаете, с утра просыпаться и тебе показывать, сколько градусов на улице. А сейчас что-то ничего не показывает. Так я не люблю. Чарли там наблюдает. Наблюдатель. Ну, а перед... А, я же вам планы свои не рассказала. Сейчас расскажу. Ну, для начала, как всегда, гуляем с Чарли. Облавил всю соседку. С собакой. Кругом. Он прям ненавидит эту собаку. Говорят, собаки не ревнивые. Угу. Этот еще какой ревнивый. Облавил ее всю. Иди гуляй. А я посижу. В общем, мы хотели с подругой ехать в среду на шопинг. Она говорит, у меня выходной, давай съездим. И я такая думаю, ну, у меня как раз кружку надо купить. Кое-что там еще присмотрела и не купила. Вот в этот раз, может быть, куплю. И такая, в общем, договорились. А мне сегодня соседка, клиентка звонит и говорит, на среду, можно я к тебе приду? И, в общем, среда отменяется. Я позвонила под подруге и говорю, у меня работа нарисовалась. Ну, а я такая уже, знаете, на шопинг-то я уже как бы настроилась. Думаю, ну, тогда поеду сегодня. Чего дома сидеть? Потому что ходить по городу у нас там где-то, магазин или что-то, очень жарко. А там свежо, хорошо, прохладненько, прогуляюсь. Потому что целый день дома сидеть, это скукота. Я человек не домашний. Я не люблю дома сидеть. Я уже с утра убралась, пропылесосила, постель поменяла. Что еще делать? Еды у меня целый холодильник. Вот. А целый день впереди. Да что такое? Мухи какие-то. Я говорю, поеду, съезжу, пробздусь. Мне еще муж деньжат подкинул. Вот. Так что мне вообще лафа. Куда он там убежал-то? Далеко не убежит. Вот. Такие вот у меня планы. Так что едем с вами опять на шопинг. Сейчас в примарке. Здесь вот на той неделе буквально, чтобы зайти было в примарк, нужно в очереди отстоять все дела. Вот. Нас считали, сколько там человек. А сегодня можно свободно заходить. И даже открытые примерочные. Представляете? Какой прогресс. Примерочно. Мне нужны велосипедки. Вот такие. Типа такого. Но только, естественно, не черные. Вот. Все шатаются, все выбирают чего-то. Небо какие-нибудь беленькие. А это вот длинные они такие лосины. Не, мне такие не нужны. Правильно. Хорошо. Помидорные. В общем, буду искать. Что, белых нет, что ли? А это я. Смотрите, сколько народу трындец. Сегодня понедельник. Так. Стакан тут хочу посмотреть. Иду такая за стаканами. Вот, смотрите, какие симпатичные. Пластиковые. 7 евро. Пластиковые. А это что? Палочки какие-то. Палочки. А это, походу, тот же самый магазин, стоя в нашем городе. Что-то мне так кажется. А там я уже была. Что, время терять? Правильно, зря. Какие разные штучки милые. Штучки дрючат. В общем, в примарке я ничего не узнашла. Неудивительно. Народу, конечно, тьма. Но сейчас, через полчаса уже никого не будет. Все пойдут кушать. Какой-то потусечка маленький. Смотрите, вот это вот вентопривада. Это для тех, у кого есть карточка от НЧД. Но это все легко исправляется. Например, если у вас нет карточки, вы просто на кассе ее делаете. И все. Тут типа с поскидочным ценом, наверное. Или еще что-то. Не знаю. Эчендем. Вот. Хожу блукую. Смотрю, что бы посмотреть. У меня вообще в планах есть. В голове есть, что я хочу. Поэтому вот я иду следую своему мышлению, скажем так. Что-то народ сегодня прям много. Удивительно. Короче, ходила. Я ходила, значит, что решила. Первым делом подкрепиться. Вот. Зашла. Так как я сегодня одна, могу есть все, что хочу. Вернее, что желает моя душа. Потому что когда муж, он как бы больше классическая такая у него. И приходится выбирать еду, где есть классика. А я сейчас пришла какой-то... Я давно сюда засматривала. В общем, я буду есть удон. Типа... Ну, вы поняли, да? Заказала себе удончика, буду лопать. Попробую. Я сама-то дома делаю. Ну, а тут попробую, что почем и как. Вы знаете, я вообще не любитель. Есть одна сидеть вот так вот. Есть одна. Ну, а что, все не решила. А там вон девушка тоже еще одна сидит. Вот вы напишите мне в комментариях, вы едите одни где-нибудь? Я обычно всегда в машине лопаю. Вот. А тут что-то решила вот попробовать. Думаю, ну и фиг с ним. Я еще пришла рано. Вот. Чтобы, знаете, людей не было. Я сейчас поем и пойду. А они потом все придут поесть. И никого там в магазинах не будет. В общем, убил двух зайцев. Сижу, жду. Ну, вот и моя еда. Посмотрим, чья вкуснее. Горяченькая. Я забыла сказать, чтобы острое не было. Я не люблю острое вообще. Вкусно. Не остро. Овощи вкусят. Горячее. И немного пересолено на мой вкус. Ну, я все люблю недосоленое. Поэтому, может быть, застоиваю соусом. Я взяла с креветками. В общем, всем приятно аппетитом. Смотрите, я когда пришла, одна сидела. А сейчас прям полный этот. Кстати, вкусно было. Я прям удивлена. Мне понравилось. Можно повторить. Вот здесь пошли кушать. А я наоборот. У нас во многих магазинах уже начались скидки. Представляете? Обычно они с 1 июля. Июнь-июля. А тут уже почти везде, во всех магазинах уже бушуют скидки. Интересно. А я все хожу, блуждаю. У меня теперь энергии много. Я подкрепилась. Правда, в сон тянет теперь. Ой, после вкусного обеда надо сиесту сделать. Не зря же ее придумали, правильно? Я раньше в машину ходила кушать. Теперь спать буду ходить. Сегодня какой-то немой день. Хотела майку купить. Блин, моего размера нет. Потом хотела купить этот. Ну, на шею вешать. Украшения. На той неделе тоже увидела. Нету это. Уже разобрали. Да что же это такое-то? А что же я сюда приехала тогда? Так, а где я видела кружку-то? Вот тут, по-моему. Пойду хоть кружку возьму. Надеюсь, она есть. Ой. Велосипедки хотела купить. Что-то не найду. Я хочу белые. Так, кружка, надеюсь, есть. Сейчас я ее схвачу. Я тут ее, что ли, видел? Или где? Я уж не помню. Я уже не помню. У меня уже склероз. Даже не знаю. Сейчас посмотрю. Хожу, как дурочка, туда-сюда. Ничего мне не нравится. Решила запить горе с молочным коктейлем с шоколадным. Уже не знаю, куда податься. Кружку купила. В общем, что я хотела, ничего нету. Представляете, майку, какую хотела, нету. Пойду в Кик и схожу. Мне там кое-что тоже нравилось. Посмотрим, будет ли удача. Ну, зашибись, я съездила. На шопинг. Ничего не купила, кроме кружки. Зато деньги экономить будут. Что? Все. Еду домой. Поблукала я. Три часа, прикиньте. Туда-сюда. Обратно. Ну, все. Теперь едем отдыхать. Так, задом прямо выйду. Там машина едет. Она не сюда. Скоро скидки. Буквально через пару недель. Прям такие официальные, каждодневные. Каждодневные. Ну, такие хорошие. Можно будет еще приехать. А пока прям взялась, проходила. Коктейль напилась. Прям обпилась вся. Сейчас поеду домой отдыхать. Ну, смотрите, какой у меня крутой стакан. С трубочкой. Вот тут вот все закрывается. Трубочку можно вынуть. Вот. Это я уже взбила, потому что чия осела и стала там камнем. В общем, я взбила. И сейчас пойду пить компот с чией. Это муж сегодня себе на обед готовил тортию да батат. Омлет картофельный. Кружка, где компот был. Так что вот. Мне очень нравится. Крутой стакан. Я сегодня, когда ходила по Неваде, такая хожу-хожу. И, а там парикмахерские есть все дела. И думаю, раз ничего себе не купила, пойду, говорю, подстригусь. Потом смотрю в себя. Ой, сейчас я уже валялась. Смотрю на себя, думаю, блин, ну сегодня у меня хорошо волосы лежат. Что-то неохота мне их уже состригать. Вот. А так было прям в двух шагах от парикмахерской. Иди целоваться. Сидит тут, смотрит. Иди целоваться. Иди целоваться. Ой. Иди целоваться. Чего ты испугалась тут? Чего? Иди. Задел зачета. Когтями своими. У него сбоку такой длинный ноготь. Надо ему отрезать. Вот. И была в двух шагах от того, чтобы подстричься. Но опять тоже, знаете, хочется мне куда-нибудь сходить. Вы знаете, я сама себя стригу, но хочется куда-нибудь сходить, посмотреть. Я обожаю смотреть, как стригут. Я вот в ТикТоке зависаю. У меня там одни парикмахеры. Советы разные дают, там, ну, такие профессионалы, да. Я их постоянно слушаю. И вот как стригут. Прям обожаю. И вот мне нравится, нет да нет, да сходить в парикмахерскую, чтобы вот посмотреть, как меня стригут. Хотя ничего нового я не вижу все равно. Но все равно обожаю этот процесс. Так что думаю, что недельку еще подожду. Потом все-таки, наверное, подстригусь. Куча-уча там воробьи прилетают к нему. Друзья, товарищи, сейчас пойду в банк схожу, денежку положу и с Чарли немного прогуляюсь. И, может быть, черешенки куплю. Не знаю. Ну, что-нибудь придумаем. Потому что гулять куда-то, ходить по полям. Вчера сходила, блин, весь горб. Весь горб это сгорел. Но сегодня уже ничего не жарит, не печет. Я всегда, знаете, как креветка покраснею, а потом с меня быстро все сходит. Чарли куда-то меня усердно тянет. Он думает, что тут есть парк открыт, но он закрыт. Чарли, ты здесь? Чарли? Он думает, что парк открыт, а он тут закрыт парк-то. Он с другой стороны открыт. Ну, пописай, пописай, пойдем отсюда. Нет, закрыто. Маму, протруля. Тянет и тянет. Еще не открыли. Прям тянул так это, как будто пошли туда, пошли. Вот так вот. Не я собаку гуляю, а собака меня. И что, обратно, что ли, пошел? Ай, милая! Моя клиентка. Чарли на нее кинулся с такой радостью. Все ее удела, она в белых штанах была. Я говорю, блин, а у меня сумка такая тряпочная. Я, может, за фруктами пойду. Говорю, на, вытрись. Она сама ему чарли, обрадовалась. А он давай на нее сиганул. А она с Салабриней, говорит, мы сюда приехали погулять. Вот. Так вот, я говорю, сейчас тоже чуть-чуть погуляюсь, пойду домой. Ну, что у меня за собака такая? Ну, я села, ну, сижу. Ну, гуляй ты, иди, нюхай, ну, бегай. Нет, блин. Хорошо еще не со мной тут на этой. Сидит, смотрит. Сейчас встану, пойдет бегать. Видали? Вот так вот. Не посидишь с ним. Охранник. О, гляньте. Вот что так не ковыркалась, пока я сидела? Ты что не ковыркалась, когда я сидела? Я вот смотрю на других собачников. Сядут, собаки там сами бегают, прыгают, ходят. Мой нет. Мой вот, когда я хожу, он развлекается. Если я села, то он тоже должен сидеть рядышком и охранять. Блин, какая сегодня духотища, жарища. А время же, знаете, сколько? Семь, наверное. Да, семь часов. Спасибо вам всем за комментарий про мою стрижку. В общем, я так поняла, отращивать не будем. Я в Кико-то ходила. Не ходила сегодня, когда я вам говорила, в Кико пойду. В общем, я потом подумала, думаю, а что я буду деньги, говорится, тратить в Гранаде, когда у нас в городе есть Кико-магазин. Надо поддерживать местных, как это назвать-то, местных бизнесменов, скажем так. В общем, я тут, я подписана на Кико в Инстаграм. Ну, и они там выставляют разные новинки на лето. Я себе такое нашла. Буду вообще, я же человек неординарный. Я же это, как говорится, люблю все яркое. Я себе купила вот такой карандаш для глаз. Цвет, смотрите, какой цвет обалденный. Продавщица даже сказала, что под мои глаза очень подойдет. Смотрите. Ой, какой цвет обалденный. Какая же я красивая буду. Ой, где вы? Ну, короче, не видно. Так, это еще не все. Такая же тушь с маслом. Ой, какое же масло-то, знаете, в уши вот вставляют вату с этим маслом. Комфоровая, во. Так, по-моему, называется. Для прогревания-то. Смотрите. В общем, такого же цвета тушь. Как там делают блохеры-то. В общем, вы поняли, да? Я завтра как накрашусь. А у меня же есть этот. Этот. Моно. Комбинезон такого же цвета. Блин, все охереют. Тихо-тихо-тихо. Ой, так что вот. Конечно, в карандаше там хрен да маленько. Чет вот стольчик всего лишь. Ну, на лето хватит. Оно еще это, водостойкое. Видите? Женщина там, продавец, очень хороший консультант. Я прям сразу, знаете, сделала скрин на телефон. Я к ней прям нахлобысь хочу вот это. У меня такая, сейчас все оформим. И оформила. Начала мне, правда, втюхивать какой-то крем там. Вот, я говорю, спасибо. У меня есть. У меня, правда, очень много косметики от KIKO. Поэтому сейчас вообще не знаю, какими кремами мазаться. Потому что все прям жирно. Все. Я вот серум сыворотки намажу. И мне одной сыворотки хватает. Хотя кремов дофига. Но у меня потом начинают какие-то прыщики. В общем, непонятно, что. Хотя крема такие легкие, специальные на лето. Ну, ладно. Так что вот так вот. Больше ничего не купила. Ну, я, в принципе, в магазины не ходила. Я же с Чарли ходила. А у нас в магазины во многие нельзя с собаками. Поэтому вот так. Я в KIKO знала, что туда можно с собаками. Поэтому пошла. Кстати, часы наладились. Вот, видите, показывает. Дома 27. На улице 25,6. Так что все работает. Вот так я люблю. Такая у нас полгода. Полгода плохая погода. Точнее, у нас не... Ой, месяц какой красивый. Ну, не видно, видно. Вот, смотрите, какой красивый месяц. Молодой. Это что, нарастающая луна, да? Ох, тут катушку жарит. А вот соседка с собакой. Чарли эту собаку ненавидит. Он уже, наверное, на него смотрит. И уже ненависть проявляет. Собака такая хорошая, она ласковая. И все. Ну, Чарли ревнует к ней. Потому что мы много раз выходим вместе с соседкой из дома. Блин, что у нее фокусируется? И вот Чарли чувствует за дверью, что мы с собакой с этой разговариваем. И он ей ревнует. Представляете? Ревнимец какой. Все, друзья, буду с вами прощаться до завтра. Пойду я умываться. Пойду умываться, смывать красоту. Завтра на работу. Как на праздник. У меня есть клиенты. Так что, все самое лучшее всем. Пока-пока.